Я влюбился в неё с первого взгляда. Ради неё я был готов остаться в Енисейске. Она моя мечта. И на что ты смотришь? Света, она просто великолепна! Она просто лучшая! Это изба! Это лучшее, что я видел в моей жизни! Ну так в Енисейских ремесленников предостаточно. У них руки оттуда, откуда надо растут. Слушай, мы сегодня должны посетить Енисейских мастеров. Я с тобой полностью согласна, но прежде мы решим, с кем сегодня будет палатка. Слушай, раз у нас тема мастеров, давай так. Вот так сможешь сделать? Ага, всё, вот ты и проиграла. Ночуешь с этим парнем? Удачи тебе! И тебе нужно! Свет, погоди! Свет! Свет, ты как местная подсказка! Света! Света! Ладно, попробуем другим способом. Алиса! Алиса! Если вы не хотите уехать из столицы православия Красноярского края без сувениров, то вам однозначно нужно посетить музей-усадьба-фотоизба. Работает 7 дней в неделю, но с 10 до 3. Посмотрим, каких уникальностей мы можем там прикупить. В фотоизбе вас встретит стандартный стенд с магнитиками, открытками и разными сувенирчиками, к которым мы все привыкли. Но дальше там начинается настоящий музей старины. В нём хранятся вещицы, которым от двух веков до тысячи лет. Всё это личная коллекция Петра Дроздова. Коллекционер рассказывает, что даже сам дом с историей. Раньше это был магазин, судя по сохранившейся в доме жестяной вывеске, гласящей, что тут можно купить чай, сахар, крупы разные и соль. И самое-то удивительное, что вот эту такую, ну, как сказать, захудалую вывеску, фрагмент её вот маленький, не выкинули. Чё её сохранили, спрашивается. Что же это был за любитель старины? Лучше, чем я. Музей не ограничен лишь только одной избой. Здесь и двор, целая отдельная экспозиция. И самое главное, что здесь нет никаких ограничителей, нет никаких ограждений, кейсов. Здесь можно трогать руками всё. Придумайте самое необычное название для музея. Музей батрушек, музей цветочков, музей рубанка. А, кстати, такой есть. Давайте зайдём, посмотрим, что там внутри. Здравствуйте. А вот, собственно, и владелец, хозяин. У меня до речи пропало. В коллекции сейчас где-то полторы тысячи рубанков. Это не точно, потому что процесс у меня идёт. Я уже их не считаю. Ещё двух одинаковых нет. Всего за три года коллекция была собрана и удостоена попасть в Книгу рекордов России и в Книгу рекордов Гиннеса. Я их отмываю, отскребаю, потом реставрирую вот это всё. И получается, ну, восстанавливаю не до блеска и покрытия лаком, а чтобы след времени на них оставался, который они несут на себя. Будете в музее рубанка, обязательно не проситесь заглянуть в мастерскую. Я вас уверяю, это самая милая мастерская в мире. Эта 7-летняя дочь нашего мастера помогает попрыгнуть. Я никогда не держала в руках рубанок. Понимаете, да, к чему я понял? Пожалуйста. Мне, честно, интересно, как это вообще делается. Значит, берите вот это так. Берём это так. Здесь вот это надо, вот здесь вот, правильно? Правильно? Совершенно, да. Так. И так вот встать, ножки так вот, маленькая группа, убор. И с разгона так вот, раз. Вот, пошло нормально. До Петра Первого у нас рубанки в России вообще не было. Поставлялись из Европы. Стоил рубанок 2 рубля, это стоимость коровы. Это шмыга. Это самый большой. Самый большой рубанок у меня, по крайней мере, в музее. Это использовали его бондари для работы. Ну, чем она интересна, шмыга? Строгали по ней. И её зажимали в верстак, и по ней шмыгали. Я вам покажу маленький, самый рабочий. Это из Германии знакомый мне привёз, нашёл в саду своего дяди. Ну, наверное, всё же музыкальные инструменты какие-то изготавливали. Кстати, к музыкальным инструментам у Виталия тоже душа лежит. Соседствует с рубанками коллекция виниловых пластинок. И Баянов, сам коллекционер и для себя, и для гостей, и для рубанков любит поиграть. Капитолине Алексеевне 82, и в её жизни есть одна большая любовь – вязание и вышивание. Но женщина всегда открыта новой любви. Я с удовольствием буду замуж. Но не так не вышло. Давайте мы объявления подойдём. Ну, дружила бы. Любовника хорошего. Отбивать нельзя страшно. Нет. Старичка лет 70. А молоденько, чтобы моложе. Моложе был. А зачем мне старое? Ну, ребятки, пойдёмте ко мне. В словах правды нет. Я хоть хромаю маленько, но ничего. Давайте, давайте, давайте. Ничего я. Это так-то я красиво хожу. Это вот моя квартира. Да у вас здесь всё вязаное. Ага. Да не надо разумываться. Нет, нет, я не буду по экспонатам топтаться. Не веришь, что это вязано? Капитолина вяжет с самых малых лет. Со своим ремеслом она пережила все жизненные невзгоды и, самое главное, блокаду Ленинграда. Когда меня вывезли в 42-м году в Красноярск, и нас поселили в детдом, дом, ну, я там какая-то проворная была. Я что-то меня полюбила, бабушка. Увидела, как я ещё, мне было лет 8, а я уже вышивала, вязала. Она говорит, миленькая, я тебе дарю полотенце, сохрани его. Это память, говорит, от блокады. Мастерица многое, что вяжет, отправляет благотворительностью в детские дома и садики. Кое-что оставляет для себя, кое-что на продажу. А вести бизнес нынче без хороших познаний в технологиях нельзя. Да, вот у меня ноутбук. Я им... У детей все купили. Мама, с тобой давай общаться. Ты тоже купи себе. Ну, я и купила. Скажите, сколько у вас подписчиков или друзей уже набралось? А, сейчас, миленькая, сейчас покажу. Даже если не веришь, посмотри, сколько друзей. Тысяча восемьсот девяносто пять друзей. Я общаюсь, общительная семья. А вот жениха не могу найти себе. Это шутка, конечно. Давайте, знаете, что сделаем? Нарядим меня в один из ваших восхитительных... Так, ну это пускай так. Крафтовых нарядов. Очень даже. Я тебе семь раз могу, потому что у меня семь шляп, семь накидок. Я тебя так наряжу, что тебя жена не узнает. Ой, во-во-во! Прямо даже вот нету слов высказать, какого ты у меня красивый. Ой, как тебе только девушки не полюбят такого. Вы, оказывается, человек многих талантов. Да, я играю, пою, танцую. Да все могу. Сможете сыграть? Ну, а как же. На курорт меня послали грязью, говорят, лечись. У нас грязи здесь хватает. Раздевайся, доложи. Оба-ва, 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 оба-ва. У-у-у-у, ха-ха-ха. Можно? Можно я вас поцелую? Ой, да, обязательно. Му-у-у. Ха-ха-ха-ха. Как много ванисейских хороших людей устало, пора ложиться спать. Кстати, специально ко дню города установили палаточный лагерь. Туда-то я и отправлюсь. Алиса, где моя гостиница? Алиса! Алиса, где гостиница? Алиса! Генеральный партнер проекта Дилерский центр «Ягуар Ленд Ровер» Вестминстер. Дилерский центр «Ягуар Ленд Ровер» Дилерский центр «Ягуар Ленд Ровер» Дилерский центр «Ягуар Ленд Ровер» Дилерский центр «Ягуар Ленд Ровер»